Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восаду Левогороди. Сейчас я хочу поговорить о малине. Дорогие друзья, вот именно сейчас, когда начинает, во-первых, только сошел снег, малина только тронулась в рост, ее нужно было подкормить обязательно мочевиной. Это обязательное условие. И необходимо до цветения малину обработать от долгоносика. Потому что долгоносик наносит вообще очень сильный урон для сбора урожая. Вы можете вообще полностью потерять урожай и не собрать его, если вы малину не обработаете. Как вот узнать, есть он или нет? Вот несмотря на то, что моя малина обрабатывалась, обрабатывалась она до цветения. Это искра или энтовир. Вот этими средствами я обрабатываю. Да, это химия. Но дело в том, что я хочу быть с урожаем, я хочу быть с ягодами, поэтому я использую эти препараты. И то, несмотря на то, что она была обработана, если мы вот сейчас видим вот так вот листики в такую дырочку, и вот все-таки он еще здесь присутствует. Вот долгоносик. Что потом получается? Ягоды бывают корявые, ягоды бывают червивые, и в общем-то вы не соберете достойного урожая. Это я вам говорю сейчас про обычную малину. В чем же сейчас еще заключается работа? Чтобы ягоды были крупные, вся зеленая поросль, которая сейчас отрастает, ее надо просто-напросто обрывать. Ее нужно удалять. Мы это делаем сейчас до того, как начинают завязываться ягоды. То есть весь июнь вот обрываем, по крайней мере, я обрываю эту поросль. С июля я уже этого не делаю, потому что начинают уже расти новые побеги, побеги-замещения, которые будут давать урожай на следующий год. Как малину я обрезала? Если вы видите, у малины вот отрезаны верхушки, отрезана макушка, тогда малина начинает давать вот такие побеги и так называемые, как нам говорят, да, малиновые дерева. Получается малиновое дерево, то есть малина вся в ягодах. Ни в коем случае сейчас вы не должны уже делать от вредителей никакую обработку. Почему? Потому что вот сейчас вот я стою здесь, а здесь летают пчелы. Они малину опыляют. Если вы сейчас начнете обрабатывать малину, естественно, все пчелки погибнут. То есть все нужно делать вовремя. И все-таки, если сравнивать ремонтантную малину и обычную малину, какой малине я отдаю предпочтение? Конечно, я отдаю предпочтение ремонтантной малине. А почему? Я сейчас вам покажу малину карамелька, и я думаю, вы тоже влюбитесь в ту малину. А сейчас я хочу продолжить тему малина. Именно находясь около малины карамелька. Это ремонтантный сорт малины. Изначально в нашем хозяйстве она появилась от садов Урала. Вот этой вот делянки малины, как видите, она значительно такая, но не маленькая, довольно-таки большая. Здесь посажено в два ряда малины. Малины вдоль сетки, где ходят утки, один ряд малины. Эту малину мы вот именно приобрели в садах Урала. Настоящую карамельку, которая просто нас, вот я не знаю, мы шокированы от нее, от урожая, от ягод, от количества ягод. И почему же я все-таки отдаю предпочтение ремонтантным сортам? Я вам сейчас скажу. Первое. Моя ошибка была допущена в прошлом году. Я малину в зиму обрезала и замульчировала соломой. И что произошло? Весной солома задержала рост малины, она задержала именно оттаивание грунта, и все это как бы отодвинулось. По этому сроки отодвинулись в сходах малины. Поэтому для себя я сделала вывод. Потом я не стала мульчировать. Это было в позапрошлом году. А в прошлом году, осенью, я не стала ее мульчировать. Мы ее обрезали и отправили вот в зиму так, как есть. А вот сейчас, когда мы занимаемся прополкой, или малину пропалываем, или там грядки, вот сейчас мы вносим в грядку именно мульчу для малины. Малина очень любит полив. Почему все-таки это ремонтантная малина, я вам скажу. Отвечу на ваши вопросы, зададите. Юль, вот почему все-таки это малина? Я вам хочу сказать, что все равно собираешь достойный урожай этой малины. Ну, по крайней мере, в Московской области. В северных регионах я не знаю, сможете ли вы собрать урожай малины именно осенью или нет. Но осенью, во-первых, что? Малина, это никогда не поражается никакими вредителями. Вот вы видите сейчас вот эту вот плантацию малины. Она абсолютно ничем не обрабатывалась. Ничем. Обработку никакую мы не проводили. Потому что на момент цветения, когда она начнет зацветать, уже вот долгоносик-то и в помень не будет. И малина как раз-таки наберет свою силу. По сравнению с той малиной, с первой, которой я вам рассказывала, ее просто необходимо обрабатывать. Что же еще делалось? Как только сошел снег, необходимо было обязательно малину подкормить мочевиной. Что мы и сделали. С лейкой я не бегаю, я рассыпаю мочевину. И вот результат вот налицо. Изначально, когда мы получали эту малину, как и все саженцы, вы должны понимать, что вот этой его плантации, это примерно 4 года. Мы тоже получили одну тонюсенькую веточку. Потом мы добились результата. Мы посадили, купили, ну, достаточное количество. Где-то примерно штук 20 у нас или 10 у нас было вот этих кустиков, да, саженцев. Потом мы дождались, когда малина нарастит довольно-таки такую розетку. И вот потом мы уже ее поделили, потому что поросли я от этой малины не наблюдаю. То есть если мне, если я захочу опять развести эту малину, я должна буду выкопать куст или откопать от этого куста вот саженцы малины. Только так, потому что вот вы видите, ни в дорожках, нигде нет побегов малины. Малина не любит такое вот выражение, да, подзаборная культура. Если от забора падает тень. И вот малина все-таки любит солнечное, довольно-таки место, проветриваемое. Опять вот, и может быть, это вот как у нас сетка равится. Она около нее чувствует очень себя хорошо и комфортно. Поэтому, дорогие друзья, ну я думаю, что вот по возможности я с вами поделилась именно по этой малине. Поэтому самое главное, самое сложное, я вам скажу, что именно в этой малине, это купить именно ту самую карамельку. Потому что сейчас на рынке очень много у нас всяких фирм, которые продают и малину, и говорят, что это карамелька. Но, увы, это может оказаться и не карамелька. Так что, дорогие друзья, я все-таки за ремонтантную малину. А вот о существовании малинового дерева, я вам хочу сказать, его нет. Ну, просто его нет в природе. Нас хотят удивить, сказать малиновое дерево. Но я покупала как малиновое дерево, а оказалось обычное малино. Ну вот, наверное, и все. А с вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогороди. Пока-пока.